Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, шаг за шагом приближаемся к Йом-Кипуру, к дню, когда, согласно еврейской традиции, Небесный суд утверждает уже каждому человеку и целым странам приговор, вынесенный 10 днями раньше в Руша-Шана, и с возможностями вариаций разных, лучшую и худшую сторону, в зависимости от качества того, как мы провели эти 10 дней, как мы раскаялись, как мы себя чувствуем в духовном плане. Собираемся ли мы, кстати, улучшить отношения с Богом и с людьми? В этот день по Торе происходит очищение, это день очищения, ибо в этот день искупят вас для очищения вашего, всех грехов ваших и так далее. Мы уже говорили, общество будет искуплено, а человек с человеком несколько сложнее. Сказано, кстати, еще по поводу Йом-Кипура, 10 день, 7 месяца будет день искупления. Никакой работы не делайте, чтобы искупить вас перед Богом. Все, закончили, да? То есть, что нам надо делать в этот день? Искупать себя, каким образом искупить себя? Первое, надо попросить прощения. Просить прощения надо у близких, у знакомых, у тех, кого-то обидеть, первую очередь внутри семьи, потому что именно там рождаются вот эти вот обвинения. Обратите внимание, очень интересная вещь, в этом году Йом-Кипур совпадает с шабатом, то есть это два шабата вместе, так бывает очень редко, но вот такое есть. Сказано в древних книгах, что если еврейский народ проведет два шабата, как положено, придет Машех. Все время не понималось, что это такое. Вот может быть, сейчас именно проведя один шабат, так как Йом-Кипур, так как положено, можно и призвать Машеха. Одно в двух, два в одном, это очень интересно. Теперь вернемся к что нам нужно. Во-первых, за день до этого в пятницу надо обязательно много кушать. Человек, который кушает в пятницу больше, он как бы выполняет два поста, считается ему. Написано, что кроме того, правильно кушать в этот день, со всеми благословениями, все, можно исправить все прегрешения, которые были с едой в течение года. Но насчет того, что кушать много там есть, особого такого специального не будем. Рыбу предположено кушать в это. Опять, все макают в мед, в хлебушек, а не в соль. Обязательно кушают рыбу, как бы связано с очень многими такими сгулот. И, в первую очередь, это для заработка написано и для многих других. Обязательно едят пельмени. Это в чин номер один. Это сгулла, которую рассказывают, в первую очередь, мне ее рассказывал Исаак Абрамович Коган, главный раввинсиногоги Бронный, большой праведник. И отсюда мы знаем, а что это означает. В этот день хесед, белое, то, что на пельмени, и красное встречается, гура. И вот это красное должно быть не просто, оно должно быть завернуто в хесед, в доброту, чтобы к нам иначе отнеслись. Маленький Симон Метов, это съедание в креплах пельменей. Поэтому я всегда обязательно кушаю в этот день креплах. Давайте вот еще вспомним, что Юмки-Пур является днем Раби Акивы. И, согласно традиции, именно в этот день он был убит римлянами. История жизни Раби Акива очень интересна и относится прямо к нам и к нашему празднику. Он не родился как великий человек. Талмуд рассказывает, что до 40 лет он вообще не умел ни читать, ни писать, ненавидел тех, кто занимается торой. Однажды Раби Акива повел овец на водопой и увидел вот такую маленькую выбоинку в камне. И он спросил людей, как это так произошло. Они говорят, что вода капала, капала, капала и медленно источила. И Раби Акива сел и подумал, то есть то, что нам и нужно сейчас сделать. Сесть и подумать. Если даже вода, постоянно капая на камень, может проникнуть внутрь, думал он. То тем более, если я буду в течение долгих лет сейчас усердно учить тор, она проникнет в мое каменное сердце, которое ничего не понимало. И один из намеков этой истории, это то, что изменения происходят медленно. Но для них нужна регулярность. И вот когда вода начинает капать, там камень не видит изменений. Вода может, кстати, подумать про себя. Пустая трата усилий, ничего не поменяется. Но капали, кап, 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 одна другая. В конце концов, мы знаем, что будет. И вот если мы начнем с вами, и так вот запишем себе, и задумаем, и закрепим для себя. Если мы начнем Новый год, с одного исправления, одно доброе дело на себя возьмем, одно митсву, одно улучшение, какое-то одно обновление в нашей жизни. То есть свет, который нам, он точно засветит, и мы с вами увидим совершенно другой результат. И получим вот то, с чего мы начинали. Вот это и есть то искупление, которое от нас требуется. Гмархативатава, да будет хороший приговор всем нам скреплен окончательной печатью. Брахава и Ацлаха.